Добрый вечер с новостями к этому часу Алия Абитова. Коротко о главных событиях дня. Жуткая смерть. Беременная девушка спрыгнула с 18 этажа. Стало известно, когда состоится предварительное слушание по делу экс-министра Куандыка Бешимбаева. Жители области ЖТСУ вынуждены пить грязную воду из пруда, где пасется скот. Почему люди живут в таких условиях? Одна из школ Астаны признана аварийной. Учеников раскидали учиться по разным частям города. Подробности выпуски. Сотням работников торговой сети в Жасказгане уже 4 месяца не начисляют выплаты. И почему теперь компания просит сотрудников уволиться по собственному желанию? Начинаем выпуск. Беременная девушка разбилась насмерть после падения с 18 этажа в Алматы. Трагедия произошла в одном из ЖК в Алмалинском районе. В социальных сетях появились жуткие кадры, снятые очевидцами, на которых сотрудники скорой помощи увозят тело погибшей. Что именно подтолкнуло женщину пойти на отчаянный шаг, предстоит выяснить правоохранителям. В городском департаменте полиции по данному факту завели уголовное дело. В Шумкенте сегодня умерла 6-летняя девочка из Туркестанской области, у которой обнаружили злокачественную опухоль. Информацию подтвердили в областном управлении здравоохранения. Больше двух недель маленькая Ружан Раталы находилась в коме. Ранее ее мать записала видеообращение министру здравоохранения. По словам женщины, Ружан отказывались брать на лечение в медцентре Астаны. В свою очередь медики, обследовавшие ребенка, отмечали, что транспортировка и хирургическое вмешательство опасны для жизни. Коллектив нашего телеканала выражает искренние соболезнования родным и близким. Предварительные слушания по делу Куандыка Бешимбаева назначили на 11 марта. Информацию подтвердили в суде по уголовным делам Астаны. Бывшего министра нациэкономики обвиняют по двум статьям. Истязание и убийство, совершенное с особой жестокостью. А его двоюродный брат Бахаджан Байжанов, глава гастроцентра, в здании которого произошло убийство Салтанат Нукеновой, обвинен в укрывательстве особо тяжкого преступления и недонесении о нем. Напомню, трагедия произошла в столичном ресторане 9 ноября прошлого года. Салтанат Нукенова умерла до приезда скорой помощи по предварительной версии в результате нанесения телесных повреждений. В Туркестане вынесли приговор женщине, которая жестоко расправилась со своим супругом. Суд назначил ей 15 лет лишения свободы. Напомню, шокирующее преступление произошло в августе прошлого года. Как следует из материалов дела, между супругами провозник конфликт из-за видео, которое осужденная размещала в соцсетях. После чего мужчина избил женщину, которая в ответ зарезала его кухонным ножом. О случившемся в полицию сообщил их сосед. Далее органы опеки будут решать судьбу несовершеннолетних детей. Однако родственники планируют взять их содержание на себя. Согласно части 1 статьи 58 Уголовного кодекса Республики Казахстан, путем поглощения наказания окончательно назначить наказание в виде 15 лет лишения свободы. Жительница Западно-Казахстанской области заказала убийство собственного мужа. Пойти на преступление женщину вынудило нежелание делить имущество с супругом. По данным следствия, заказчица передала исполнителю 1 300 000 тенге. Сотрудникам по борьбе с организованной преступностью удалось оперативно задержать подозреваемых, у которых изъяли вещдоки. Санкции суда, они находятся под стражей. Уголовное дело расследуется по факту покушения на убийство. Задержанным грозит до 20 лет тюрьмы. Жизни потерпевшего ничего не угрожает, он находится в безопасности. Другие сведения по делу не разглашаются. В североказахстанской области массово гибнут краснокнижные моралы. Безжизненные тела исчезающих животных местные жители обнаружили на мусорном полигоне близ заповедника Красный Бор. Действительно ли в лесу не хватает кормов для парнокопытных и почему никто не утилизировал трупы? Подробности у Нургуль Алиной. Заповедник Красный Бор в Ясильском районе считается основным местом обитания моралов в регионе. Однако этой зимой в округе стали все чаще находить трупы краснокнижных животных. И по словам местных, тела парнокопытных, вопреки санитарным правилам, выбрасывают на мусорный полигон. Они утилизируют. Но причиной массовой гибели вымирающего вида оленей – элементарная нехватка корма в лесу, уверены жители. Сам с деревни еду, сам видел, как они умирают. Конечно, жалко. Но мы же все знаем, что они умирают от нехватки корма. Но это что такое? Какие-то меры предпринять? Вообще жалко же животных. Тем временем сотрудники ответственного управления заверяют – кормов для редких животных более чем достаточно. Только на зимнюю подкормку маралов в этом году выделили 5,5 миллионов тенге. 60% заготовок уже выдано. Остальные планируют использовать в марте и апреле. А вот что касается погибших парнокопытных, то по результатам экспертизы никаких инфекционных заболеваний у них не нашли. Всю зиму шли дожди. За ними последовали сильные морозы. К тому же у нас очень большой объем снега. Поэтому им трудно найти пищу. Чтобы предотвратить это, мы доставляем им корм каждый день или раз в два дня. Это очищенная сена и естественные корма. Прочищено более 100 километров дорог для подхода к корму. По результатам экспертизы, инфекционные заболевания у них не обнаружены. Скоро будут готовы и другие результаты. В управлении также сообщили, что ранее в области обнаружили и утилизировали тела 28 погибших моралов. Всего в Красном Боре обитает около 3800 животных. Территория заповедника составляет свыше 62 тысяч гектаров. Село Конер в области ЖТСУ осталось без воды, интернета и электричества. На отсутствие коммунальных благ пожаловались местные жители. Люди говорят, что вынуждены употреблять живительную влагу из пруда. Из-за таких проблем многие предпочитают покинуть аул. Чем это чревато и когда решится многолетняя проблема в материале Диаса Махамбетова. 83-летней пенсионерке Бакытбалей Жекипековой из села Конер многие годы приходится ежедневно таскать воду из местного пруда. Раньше это было делом привычным, но с возрастом стало непосильной ношей, жалуется женщина. Нет воды, приходится ее привозить. Путь не близкий. Иногда берем ее из водоема, а как иначе без нее жить? Боимся заболеть. Но пить хочется всегда. Иногда помогают приносить детей. Мне еще скот поить нужно. И дороги у нас нет. Большие проблемы в селе Конер не только с водой, но и с интернетом и электричеством. Из некогда процветавшего аула массово уезжают даже самые стойкие. Оставшиеся жесельчане вынуждены жить без коммунальных благ. Света нет. Я сейчас домой на обед пришла. Даже свет... Получается, многие сарыка берут? Ну да. Многие. Многие стираются, девчата сарыка берут, потому что она бежит, родниковая вода. Они все оттуда выпитаются. Это с утра. Вон там идут, открывают родник воду и сторожат. До драк доходят. Потому что воды нету, чтобы пустить огород, что-то себе посадить, что-то себе сделать. Нету. Поэтому нужно как-то решать этот вопрос. В местной администрации по ситуации конкретного ответа дать не смогли. Что касается питьевой воды, то в прошлом году мы разработали проект на смертную документацию и направили бюджетную заявку в областной Акимат. Как только выделят средства, то начнем работу. А пока вышестоящий орган рассмотрит заявку на строительство водопровода, люди, по-видимому, так и будут таскать бидоны с живительной влагой. Диас Махамбетов, Диана Турлабек, Мирас Анитов, телеканал Алматы. Вы смотрите новости. И вот что вас ждет во второй части выпуска. Одна из школ Астаны признана аварийной. Учеников раскидали учиться по разным частям города. Подробности выпуски. Сотням работников торговой сети в Жасказгане уже 4 месяца не начисляют выплаты. И почему теперь компания просит сотрудников уволиться по собственному желанию. Впервые в практике 18-летняя девушка может стать первым предпринимателем синдрома Мдауна в стране. Какой проект предложила начинающая бизнес-леди? В Жамбулской области на республиканской трассе Алматы-Ташкент ночью сгорел пассажирский автобус. По данным областного ДЧС, люди успели покинуть салон общественного транспорта до прибытия пожарных. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание. Сообщается, что в тушении огня задействовали 9 спасателей и 2 единицы техники. В 32 километрах от пожарной части произошел пожар пассажирского автобуса. По общению по злоу-далам отель пожарных доехали до места пожара за 21 минуту. Пожарных был локализован 3 часа 35 минут и ликвидирован 3 часа 40 минут. Жертв и пострадавших летно в автобусе находилось 29 пассажиров, которые самостоятельно на покупном транспорте отправились по маршруту. Образовательный скандал разразился вокруг одного из столичных лицеев. Недовольство родителей вызвало решение руководства перераспределить учащихся из-за аварийной школы в другие учебные заведения. Теперь дети вынуждены ездить на занятия в разные части города. Все бы ничего, но ситуацию усугубляет нехватка автобусов. Как долго придется терпеть такие неудобства и появится ли новый образовательный объект? Ответы на вопросы у Далина Сиповой. Ранним утром мальчишки и девчонки, а также их родители, собираются около своей старой школы. Но не для того, чтобы сесть до парты, а для поездки на занятия в другую часть города. По новому маршруту дети ездят вот уже две недели. Неудобно, тревожно, но другого выхода нет. Сокрушаются родители. Лишь бы год закончился, чтобы потом возили. Потому что добираться далеко. Они малыши же еще, второй класс. Говорят, что в подвале стоит вода, и это очень опасно для детей. Нам быстро все организовали. Говорят, не беспокойтесь. Мы поднимали шум, возмущались. Так как до конца учебного года осталось всего три месяца, можно было и подождать. Построенная в 60-е годы прошлого столетия школа в буквальном смысле рассыпается на глазах. По словам директора, стены треснули, а весной объект топит талыми водами. Последний раз капитальный ремонт здания проводили 13 лет назад. Находиться в нем опасно. Сейчас здесь учатся полторы тысячи детей. Учеников начальных классов приняли в 56-й школе. А классы среднего и старшего звена отправили в специализированную. В две смены там занимается почти тысяча человек. Для пятых классов здесь организован подвоз. Это 130 учащихся. Первые и четвертые классы занимаются у нас в 56-й школе. Там организован подвоз для 638 учащихся. Всего 6 точек. На сегодняшний день проблем с подвозом нет. Дети уже знают свои номера автобусов, знают своих руководителей. Точные сроки возведения новой школы пока неизвестны. В управлении строительства отмечают, что учебное заведение будет рассчитано на 900 мест. Сейчас только разрабатывается проектно-сметная документация. Даля Насипова, Данья Румар, Достан Тимирбекула, телеканал Алматы, Астана. В Жасказгане почти 300 работников. Крупные торговые сети не могут получить деньги по пенсионке и медстраховке. Люди говорят, что вот уже несколько месяцев работодатель не отчисляет соответствующие выплаты. А тех, кто возмущается, просят писать по собственному и увольняться. В проблеме разбирался Рустам Ралбаев. Пенсионку и страховку сотрудникам гипермаркета и мини-маркета не выплачивают. Оба торговых объекта принадлежат одной компании. Ранее им задерживали зарплату, а потому работники всерьез обеспокоены ситуацией. В связи с закрытием магазина нам говорят писать заявление по собственному желанию. Мы отказываемся и требуем, чтобы нам начислили наши пенсионные и медстраховку. Если мы уволимся, где гарантии, что нам их выплатят? До сих пор никто из руководства нам нормально не объяснил ситуацию. Мы даже зарплату сейчас получаем наличными на руки, потому что говорят, что счета компании заблокированы. А расчёт при увольнении нам платить не собираются. Нам говорят, что у компании будет новый хозяин, и он снова всех возьмёт на работу. Но где гарантия? Представитель администрации сообщил, что компанию в скором времени продадут, и тогда счета снова откроют. Выплатить пенсионные и страховые они смогут только после этого. Между тем, представитель организации, покупающий торговую сеть, заверил, что всех сотрудников снова примут на работу. Сейчас, если вы увольняетесь, 4 марта – это понедельник. Край 5-го, да? Мы подписываем договор, и 4-5 марта мы всех принимаем на работу. Сотрудники не уверены в надёжности такой схемы и намерены дальше требовать положенные им выплаты. Всего в мини-маркете и гипермаркете торговой сети работают почти 300 человек. В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на жильём. Соответствующий приказ подписал министр промышленности и строительства Канад Шарлопаев. Новые правила вступят в силу 11 марта. Регулируется также порядок применения выплат по программе «Нацфонд детям». Деньги можно будет взять для строительства и покупки жилья или земельного участка на первоначальный или очередной взнос по ипотеке, перечислить на накопительный жилищный депозит. Отмечу, что выкупить жильё у супруга, жены или близких родственников не получится. Заявки в ЕНПФ будут рассматривать на протяжении двух рабочих дней, а перечислять деньги в течение пяти. Казахстан. Сегодня мы твёрдо следуем по пути построения справедливого Казахстана, шаг за шагом реализуя масштабные преобразования. В этот судьбоносный период нам крайне важно беречь общенациональное единство, ставя интересы страны превыше всего. Именно в День Благодарности 29 лет назад образовалась Ассамблея народа Казахстана. Благодаря верной межнациональной политике сегодня в нашей республике в мире и согласии проживают более 130 этносов. По традициям Великой Степи казахи принимали всех, делили еду и кров. Ежегодно День Благодарности с масштабом празднуется в сёлах, областях и городах нашей страны, как пример мирного и гармоничного сосуществования разных культур и религий. Мои родители эмигрировали в Казахстан ещё при советской власти, сама я уроженка Алматинской области. Я думаю, что наивысшая благодарность казахскому народу проявляется в уважении к этой культуре. Я пропагандирую казахский язык, чтобы внести свой посильный вклад в развитие нашей страны. Сегодня все народы, проживающие в Казахстане, выражают свою признательность и уважение друг к другу. В этот знаменательный день казахстанцы призывают быть сплочёнными и не вестись на возможные провокации. В нашем государстве нет никакого давления на представителей других национальностей. Я знаю об этом не понаслышке. В Казахстане проживают 130 этносов, говорят на 18 языках. Мы все дружно живём под одним шанраком. Сегодня же с Днём Благодарности жителей поздравили представители Ассамблеи народа Казахстана. По их словам, лучше всего этот светлый праздник начало весны отмечать в кругу семьи. На сегодня под одним флагом в стране, в мире и согласии проживают представители разных этносов. В честь праздника в мегаполисе организованы различные мероприятия. Выставки, концерты, театральные постановки. Каждому профессионалу, каждому члену нашего общества есть за что сказать спасибо. И вот этот праздник, он учит нас благодарности. Благодарности своим родителям за то, что они воспитали нас, дали нам образование. В этот замечательный день мы хотели бы поблагодарить каждого казахстанца. День Благодарности – это праздник добра, милосердия, сострадания. Это праздник единства, дружбы. Этот праздник проходит в кругу семьи, по-теплому. Мы благодарим родителей, детей, родных, близких, друзей. Конечно, мы проводим в этот день мероприятие, потому что мы должны показать свое единство. С размахом отпраздновали День Благодарности в Нарусбайском районе Алматы. В Центре инновационного творчества состоялся праздничный концерт. В нем приняли участие известные артисты театра, музыкальные ансамбли и члены этно-культурных объединений. Вместе они подарили насыщенную и интересную программу для жителей района. К слову, в этом году на Урзбайскому району исполняется 10 лет со дня основания, поэтому повод для радости был двойным. Со сцены зрителям представили театральные постановки, песни и стихи, посвященные лучшим качествам казахского народа – гостеприимству, великодушию и доброте по отношению ко всем этносам. «Хочу поздравить всех в День Благодарности. Это прекрасный праздник, воспевающий наш многонациональный сплоченный народ. В этом году на Урзбайскому району 10 лет, и в честь такого значимого события я написал песню, посвященную родному краю. Сегодня она также прозвучала со сцены». Мечтает открыть собственную птицеферму. 18-летняя Татьяна Швец из Северо-Казахстанской области может стать первым предпринимателем синдрома Дауна в стране. Однако, чтобы реализовать амбициозную идею, девушке необходимо выиграть государственный грант. Благодаря стартовому капиталу начинающая бизнес-леди сможет запустить небольшую ферму и в будущем обеспечить рабочими местами сразу несколько человек с инвалидностью. В чем уникальность проекта и как подать заявку на участие, знает Нургулялина. Татьяна Швец из Петропавловска совсем недавно закончила курсы швеи и коррекционную школу. Сейчас она активно практикует полученные знания и шьет одежду для родственников, друзей и даже соседей. Но главная мечта целеустремленной девушки это открыть собственную небольшую птицеферму. Сейчас они работают над планом воплощения мечты. Мама хотела с яичкой, с курочкой. Там цыплята будет. И там будет много курочек и много цыплята. А в деревне я снег решался. Помогла маму с папой. Трава принес. Сразу после рождения Татьяны и ее матери Анастасии Швец врачи предложили оставить особенного ребенка в интернате. Однако женщина смогла своими силами вырастить девочку и сегодня активно делится опытом с другими родителями. Для этого она основала общественный фонд. Организация занимается обучением, поддержкой и развитием лиц с синдромом Дауна. Так как мы ее не смогли трудоустроить, мы решили, что мы откроем небольшую ферму. Мы купили дом в деревне год назад. Начали потихоньку там все обустраивать. Узнали об этом проекте более подробно. То есть нам рассказали, что да, Таня подходит под эту категорию. Но тут одно но. Опыта нет вообще в Казахстане, чтобы люди с ментальным нарушением принимали участие. То есть это будет впервые вообще в республике. По разработке бизнес-плана девушке помогает эксперт. Говорит, гранта в размере до 400 мрп, а это порядка полутора миллионов тенге, вполне хватит для старта с небольшого дела. И сейчас мы как раз с ней отработали бизнес-план. Уже ведем переговоры с нашим центром занятости, как подготовить бизнес-план и как все провести, чтобы девушка вышла на грант и получила. Она подходит по всем категориям. У девочки есть очень такая черта, что она хочет работать. Она хочет быть полезной для людей. И эту черту необходимо развить, и чтобы человек нашел себя в социальном мире. Татьяна верит, что получить финансовую поддержку для стартапа все-таки удастся. Ну а дальше дело останется за малым. Это упорно и неустанно трудится. Отмечу, в прошлом году на реализацию бизнес-идей в области было выдано 273 гранта. 60 из них получили люди с инвалидностью. Нургуль Алина, Саргер Булан, телеканал Алматы, Североказахстанская область. На этом наш выпуск завершен. А я напомню, интересными новостями вы можете делиться по номерам, указанным на экране. Всего доброго и хороших вам выходных. Субтитры создавал DimaTorzok